Всем привет! У нас сейчас выходной день и идёт очень такой нормальный дождик. Пасмурно, но очень тепло. Я сейчас иду к родителям, потому что... Сейчас, секунда. Так вот лучше, сори сразу, что я не завтыкала вытянуть чупа-чупс. Я сегодня с родителями еду на дачу и, конечно же, вас беру вместе с собой. Кстати, закупилась я в чупа-чупсами в дорогу. Вот это вот они, да. Это Рошеновские чупа-чупсы, необычные. Вот, и у них очень прикольные вкусы. Это, честно, у меня банан и клубника, ничего особенного. Оно самое прикольное, там лимон и мято. Вообще прикольное такое сочетание, освежающе классное. Вообще плохо, что сегодня пасмурно, потому что изначально была моя цель поехать в село и полежать там на солнце. И детектировать, конечно, видео, потому что я жестко не сбиваю, не вкладываясь в график выхода на своих видео. Поэтому там я буду детектировать, сниму для вас влог, потому что-то интересное покажу. Побудем вместе на природе, проведем время приятное вместе, потому что я там практически буду одна, да и друзей у меня нет кроме вас, поэтому в любом случае будем сегодня с вами вдвоем, блять. Ну вот, дождь уже закончился, мне как плохо одна я шла с зонтиком. Мне только на через минут 10 дошло, что больше никто кроме меня в окружности не идет с зонтиком. Короче. Приехала и решила пройтись по улице прогуляться одной, конечно же. Сейчас роса здесь очень мокрая, у меня, как всегда, такое конкретное афро на голове, все покрутилось. Блин, такой звук стремный. Ладно, пойдем дальше. Я сейчас одета просто fashionable, выгляжу просто супер-пупер. На голове типа конкретно жесть, при том, что я мыла голову вчера вечером, а сейчас все жестко покрутилось, похоже на овечку. Отвратительно. В общем-то, сейчас я выгляжу, сейчас покажу, в чем она надета. Блин, сюда идет какой-то трактор. Фак. Трактор. Оказывается, там были знакомы моего брата. Тот неловкий момент. Я вам просто должна показать вот этот вот аутфит of the day по-деревенски. Это у меня спортивный костюм, который я, наверное, ну не знаю, с 8-го класса виден. Он вообще клеш. Штанина реально жестко клеша. Где-то на ширину моей ступни. На ногах у меня что-то подобное. Макосин. Не знаю, короче, искусственные ноги комарами. Ну, короче, прям фэшн-фэшн. Из моей профессион. По поводу клеша. Вернется ли мода на него? Потому что, как вы видите, мода постоянно возвращается. Меня всегда интересовало, наверное, на клеш вернется. Потому что я, когда была в классе, наверное, ну где-то в шестом, седьмом, восьмом, где-то так, была жуткая мода на этот клеш. И помню, что у нас были какие-то такие эластины в обтяжку. Обязательно должны были расширяться вот от колена. Это просто тренд сезона был. Помню, у всех такие были, причем разного цвета. И типа, если джинсы ровные, или какие-то там, тем более зауженные, все, тупо, отстой. Я не знаю, где ты взял эти джинсы. Это не в тренде. В общем, я не знаю. Мне кажется, клеш, кстати, не вернется никогда в моду, потому что это реально жуть. Как вы думаете, кстати, напишите мне в комментариях, вернется ли клеш в моду. Где я сейчас нахожусь? Это поле. Сейчас оно засеяно какими-то культурами. Здесь выращивается основа пшеница. Мухи летают. Ну, короче, вся романтика села. Это место вообще для меня очень особенное. Здесь как бы кажется, что все обычно. Ну, обычное поле. Что здесь взять? Знаете, есть такие места, когда ты там находишься, ты чувствуешь себя как-то по-другому. То есть, или оно накрывается над воспоминаниями, или, наоборот, очень сильно расслабляет. Вот в это вот место для меня это вообще что-то нереальное, потому что, ну, не знаю, здесь я себя чувствую очень расслабленно. Вот то место, где действительно отдыхаешь душой, какое-то слияние с природой, потому что здесь действительно видно горизонт, очень все красиво. Оно мне очень часто снится. Мне кажется, когда у меня какое-то перетомление, мне все время снится это место. И даже вот когда ты в силу обстоятельств хочешь расслабиться, я лично представляю себе именно это место. Есть ли у вас такое место, кстати, или это у меня одной, которая вот когда он говорит, ну, ты расслабься, вот, закрой глаза и представь что-то хорошее. Я представляю именно это место. Это же просто цитадель спокойствия, такого вот жизненного равновесия, соединение с природой, такая тишина. Только трактор там на заднем фоне, оно вообще очень тихо, а не души. Вот ты отдыхаешь разумом. Мне оно настолько часто снится, что я начинаю путать иногда реальность с сном. Кстати, было такое в детстве. Я когда была маленькая, я все время думала, что я умею летать. Вот так вот. Мне настолько часто снилось, что я летаю. Кстати, это говорят, что когда во сне летаешь, значит ты растешь. Неправда. У меня не такой уж высокий рост. В общем, мне настолько это часто снилось, что я лечу над городом ночным, что даже здесь когда-то я там летала. Вот именно с высоты птичьего полета. Так вот. Я все время мама говорит, мама, я умею летать. Она такая, знаете, как детские вот эти вот бредни. Да, конечно. И я вот специально, вот я там настроилась, я знаю, как полететь. Я вот заскакивала на диван. Фу, мухи какие-то. Вот. И я так, знаете, с напором, типа я знаю так, значит надо приготовиться, надо как-то так выгнуть спину. Короче, все. Это вот настроилось, все. Теперь я должна полететь. И, короче, просто спрыгивала с дивана. Ну, сегодня не получилось, но в следующий раз обязательно. Бывало ли у вас такие моменты, что вы реально в детстве или взрослом возрасте путали действительно со своим сном, со сновидениями? Потому что не то, чтобы это было там супер реально, просто это было настолько часто и в разных сюжетах, что уже тяжело отличить сон от реальности. Мне иногда даже казалось, что я там схожу с ума. Я почему-то считала, что это ненормально, что человек переходит грань какой-то адекватности, когда он начинает путать реальность действительное с недействительным. Реальность с выдумкой. Мне все время казалось, что все, если я перейду эту грань, значит все, я сумасшедшая, мне надо в дурдом там, короче. Кстати, вот эти вот васильки это вообще на самом деле сорняк. Они в основном растут на полях, там где выращивают зерновые культуры. Я помню, что мы с моей сестрой, когда были малыми, очень любили их собирать, вот эти вот васильки и делать с них веночки. Ну, как все девочки, короче говоря. И на нас очень жестко кричали, потому что нельзя ходить, вы вытопчите все. Там чуть ли там крики с матами, чуть ли нас там собак не выпускали. Я понимаю, конечно, что их понимаю, но мы же малые были. Серьезно, одну тропинку продаптать к цветочку. Короче, были времена. Музыка Музыка Пришла ежика. Он у меня шипит. Я думаю, кто там барахтается в траве? Это ежик. Бедняжка. Напугала я тебя, да, малыш? Ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть-чуть. Все, я пошла. Я пошла. Ну что, я уже дома. Сейчас готовлю ужин. Все, показать вам, что я принесла, какую красоту. У меня появилась красота, просто неземная. Я обожаю опионы. Причем срывали их вот такими вот бутончиками. И вот они сегодня у меня пооткрывались. Это второй день, кстати. Розовые, вот такие вот красненькие насыщенные, бордовые. Вон еще один такой махровый розовый. Это я не доела зефир. У нас здесь куча сладкая. Почему-то она собиралась. Сахар, кофе. А это у нас маленькие курочки деревянные. Я привезла с Буковели. Это самодельные. И здесь перец. Красный перец и черный перец. Вон они у нас стоят. Вообще просто для украшения. Мне нравится. Смотрится интересно так. С вами своей находкой. Я обожаю всякие чище... Боже мой. Там такие крики на улице. Дети орут. Я обожаю всякие чистящие средства. Боже мой. Что у меня сдикция сегодня уже. Обычно у меня от них два для посуды. И такой абразивный, так всегда, порошок для мытья. И вот я купила одну штуку. Очень классную. Это, кстати, не спонсорство. Это просто я делюсь с вами находкой. Это Фрэкинбок. Вот такое вот моющее средство. Здесь, кстати, круто, что это экоформула. Очищает с помощью натуральных компонентов. То есть, эко-разлагаемый продукт. Здесь, кстати, вот такой вот удобный пульверизатор. От чего эта штука? На фоне жарится картошка. Сейчас я помешаю и расскажу. Ну вот так как-то тише. Это для тех, в том числе и для меня, кто ненавидит всякие липкие поверхности на кухне. То есть, вот эти вот застывшие пятна жира, маленькие, которые вот когда ты это трагиваешься рукой, незначайно, вот так вот липнет. Я это терпеть не могу ни на посуде, ни на раковине. Ни вообще нигде. Потому что вот здесь у нас плита, да, мы здесь жарим. Она близко расположена к стене. Здесь постоянно бризги жира. Вот здесь на микроволновке постоянно засохшие пятна. Причем сейчас они, как бы, кажутся ничего. Но когда солнце, это все очень круто видно. Я, кстати, раньше оборвала совсем другое средство. Вот такое, знаете, с красной кастрюлькой. Где-то вам поставили, где-то здесь фотографию его. И везде его искала. Кстати, не во всех магазинах оно и было. Но оно очень круто очищает посуду. Особенно вот сковородки и кастрюли сзади, вот с другой стороны там, где обжигается огнем. Там очень круто очищало оно от накипи. Ну, короче, от засохших таких пятен. Ну, они внутри. Я внутри не умываю, потому что химичное очень было. Запах просто отвратительный. Прям разъедала вот эти вот слизистые оболочки. У меня обычно текли сопли из-за этого, когда я там умывала все. Ну, старалась проветривать очень хорошо это все и промывать несколько раз. И вот это вот средство нашла. Оно более-менее экологичное. Оно пахнет приятно. Кстати, не грейпфруктом, как там написано, а очень такой слабый-слабый запах, сладковатый. И он очень быстро выветривается. Практически мгновенно, когда протираете водой и все. Конечно, плохо, что не нашла что-то подобное для посуды. Это только для поверхности, а не для посуды, которая контактирует с едой. Я, кстати, начала этому больше уделять внимание, потому что в связи со своим состоянием кожи, не знаю, вам видно, мне чуть-чуть уже улучшилось, но все же я как-то стараюсь меньше использовать сильных таких химозных моющих веществ, потому что я люблю лично все отдирать и очищать, особенно на кухне. А застывший жир, как вы знаете, очень-очень плохо сходит с поверхности. В общем, довольна там средством. Стоит, кстати, дорого, блин, 44 гривны. Довольно мне экономично расходуется. Я протираю им стол, скатерть после еды, чтобы не было этих жирных разводов. Кстати, там мне вязать перчатки. Я говорила в своих видео, что приучайте свои руки к перчаткам, потому что, ну, вы никогда не отрастите ног, все даже на пару сантиметров они будут постоянно раскасать в воде и обламываться. Поэтому у меня тут всегда весят перчатки, их периодически меняя, как будто прорывается. Причем белые разноцветные. Одни для посуды, вторые для туалета, третьи для ванны. Все разноцветные. Просто выберите нужный вам размер. Кстати, это очень-очень важно, потому что у меня постоянно были там на 5 размеров больше. Я не могла вот это вот, мне все сползало. Я не могу ничего взять пальцами, потому что слишком много пространства. А сейчас вот я взяла свой размер маленький. Очень удобно, они как реально вторая кожа. Так ложатся плотно в ход рука и удобно все мыть, очищать. Боже мой, я надеюсь, вам не скучно слушать об этих вот курсах домоведения. Ну, в общем, рассказываю все, как у меня, чем я сейчас живу, что как. Короче, как всегда, в блоге у меня больше какие-то домашние тематики получаются. На подоконнике все тоже самое. Я наконец-то рассадила свои розы. Оказывается, те, которые розы продаются в горшке, они там не по одной веточке, а по 3-4 кустика. Я как-то не рассчитала, взяла только два горшка, чтобы рассадить. В итоге у меня еще один маленький остался корешок. Вот, вот такие вот вазоны яркие рассадила. Прикольно смотрятся, но что-то ему здесь не нравится, потому что желтые листья, что не хватает. Ну, я это скидываю на то, что я только пересадила. Вот, оно еще пока приживется. Надеюсь, будет мне давать хоть парочку цветочков. Хотела вам еще показать весь ужас и кошмар, который творится у меня после села в холодильнике, потому что все забито зеленью. У меня здесь и рукола, и всякий салат. Нужно его тоже помыть. Все это грязно еще с земли, поэтому лежит все в пакетах. Даже здесь у меня набитое луком. Короче, все. Видос не очень, но мы очень любим лук, например, зеленый. Мы любим салаты, зелень, всякую, укропы. Я везде добавляю. Вот, поэтому вот у нас холодильник почти доверху забит салатами разными, рассортированными. И вот, кстати, салат уже сделан стоит. Так вот у меня получился, как всегда, в общем-то, домашний влог. Ни о чем. Ну, вы любите, вы просите чаще делать влоги. Я стараюсь это делать. Не знаю, как. Напишите, может, куда вы бы хотели со мной вместе пойти. Например, может погулять по Киеву, пойти по магазинам. Пишите в комментариях. Я обязательно буду снимать влоги, какие-то такое более тематики парадно-выходной, а не домашние. В общем, я буду рада виду вашим комментариям. Спасибо вам огромное за внимание, за то, что провели со мной эти пару дней. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Я вас всех целую. И пока. Сегодня мы с мамой идем на концерт. У нас будут отмечать день медработника. Мама у меня медработник, я нет. Но мама, посмотри, меня каждый год берет на такого рода концерты. Ну, чисто так развеется. Пришлось мне сегодня напяли туфли первый раз за год, наверное. Я вообще не ношу особую обувь на высоком каблуке, да и на панкетке тоже. Пришлось.